Петербург, как воронка, поглощает туристический поток. Мало кто доезжает до Роненбаума, а уж если кто и доезжает, то главной целью становится, конечно же, дворец и прилегающий парк. А вот эту развилку, где от Санкт-Петербургского шоссе отходит Петербургская улица, как правило, пролетают не глядя. Все зависит от угла зрения. У нас эту территорию называли плацдармом либо пятачком, хотя после несколького пятачка, который был размером 1,5 на 2 километра, это как минимум странно. И здесь на станции Лебяжья под паром стояли два бронепоезда. Номер 7 – Балтийцы, номер 8 – за Родину. У села Барки был построен аэродром, где базировались истребители, штурмовики и бомбардировщики. А на аэродроме гора Валдай базировалась эскадрилья гидросамолетов, или как их тогда называли «летающих лодок» – БМР-2. БМР – это «Боевой морской разведчик». Не говоря уже про батареи «Серая лошадь» и «Красная горка», все это вкупе не синонимичное слово «пятачок». А вот немцы называли эту территорию «Ароненбаумским котлом». В чем читалась самоуверенность и такое бахвальство? Потому что котел – это то, что окружили и слопали. Окружить-то окружили, а вот слопать не удалось. Двойная блокада накладывала отпечаток на все – от продовольствия до снарядов. Василий Дмитриевич Дурнев, оказавшийся здесь в составе 2-й бригады морской пехоты, вспоминал, что во время первого боя для его пулемета «Максим» было выделено всего 2 ленты патронов. Недостающие порой приходилось собирать с убитых, прихватывая заодно и автоматы, и гранаты. Часто шли в рукопашную. Бойцам порой на день выдавали всего 4 сухаря, не хватало теплой одежды. А на вражеских позиций с утра до ночи включали мощные репродукторы, чтобы переманить бойцов на свою сторону. Но агитация не работала. Солдаты и матросы стояли насмерть. Состав поющих был интернациональным. Другой ветеран, Григорий Ильич Багарат, вспоминал шутку одного избека, который носил противотанковое ружье. Ружье большой, он для одного, а котелок маленький, он на двоих. Действительно, котелок был на двоих в том случае, когда он использовался как миска, на дно которой наливали суп. Здесь была и своя дорога жизни, проложенная от Рененбаума до Кронштадта, которая при необходимости становилась дорогой смерти для врага. Историк Александр Широкорад пишет, что прямо на льду устанавливались управляемые минные заграждения для взламывания льда. Испытания показали, что взрыв одной морской мины создавал полыню размером около 30 метров и на 150 метров разбрасывал осколки льда, поражающие силой. При взрыве нескольких секций лед был бы взломан на протяжении сотен метров, что создавало бы непреодолимую преграду для танков и для пехоты. Но и это еще не все. Далее шли снежные поля с противопехотными минами. За ними проволочные заграждения длиной свыше 46 километров. Затем находилось боевое охранение, усиленное пулеметами, с 45-мм противотанковыми пушками, установленными на санях. И все это на льду. Но главной убойной силой были, конечно же, орудия батареи форта Красная Горка. 305-мм, это примерно вот столько, они посылали снаряд на 40 километров. Поэтому снаряды посылались не только немцам, но и финнам. Они буквально перелетали через залив, сдерживая их натиск на том берегу. Боевого опыта не хватало. Богород вспоминал, что на горе Колокольня строились укрепления, блиндажи. Весь лес был практически изрыт окопами. Однажды видели немецкий самолет-разведчик, который из его формы называли Рамой. Выскочили из своих укреплений, начали его обстреливать из винтовок, тем самым обнаружив себя. В результате уже на следующий день немецкая артиллерия обстреливала эти позиции. И тем не менее, плацдарм удалось отстоять. Как не трамбовала, как не утюжила его немецкая артиллерия и авиация. Он оттягивал на себя часть немецких войск, которые могли бы быть на других фронтах. И главное, он действительно стал плацдармом для начала операции «Январский гром» по полному освобождению Ленинграда от блокады. Именно отсюда началось отступление второй ударной армии. Кольцо, сжимавшее город, почти 900 дней было прорвано. Но это стоило жизни многих советских солдат и матросов. Вспомните об этом, пересекая сегодня условную границу оборонительного рубежа, как вспоминаем об этом мы совместно с компанией «Балтийская жемчужина». Субтитры создавал DimaTorzok